всем привет вы на канале польза нет меня зовут сани и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства буду максимально подробно рассказывать вам про недостатки достоинства вот этого устройства разумеется в основном делать упор на недостатки иначе как по-другому сэкономить может быть и не стоит переходить на другой смартфон но начнем с хорошего как всегда в конце плохое хорошее сравним смотрите это смартфон сяоми пока x6 x6 про я уже тестировал обзор был на канале чем же может вас порадовать этот смартфон 600 с лишним тысяч баллов в antutu qualcomm овский процессор за что огромное им спасибо потому что по мне здесь стабильности больше чем в x6 про хотя там и баллов два раза больше в antutu если говорить про его способности и возможности 4к 30 fps он может снимать на основной модуль 1080p 60 fps он может снимать на фронталку при том довольно неплохо смотрите экран практически такой же вроде бы вообще такой же единственное защитное стекло другое как и покой 6 pro только в отличие от покой 6 про самого начала и говорила ну он яркость сбрасывает на солнце здесь наоборот здесь яркость экран не сбрасывает у меня в авто яркости он показалось максимум 2000 люксов если говорить о зарядке разумеется это тайпсишник за 55 минут он полностью заряжается и это довольно быстро потому что у нас до этого была зарядка на 33 ватта в играх он повел себя отлично можете посмотреть на лайв канале у меня есть запись мы уже его гоняли в онлайне есть польза стримы там мы тестируем смартфоны несколько часов в основном в онлайне чтобы вы видели что датчик приближения у этого смартфона в отличие от их 6 про не глючат хотя они одинаковые ультразвуковые я говорю дело было не в бабе не все дело как говорится всегда в процессоре и стоит ли его приобретать какие у него еще минусы плюсы примеры фото видео вы увидите в ролике или можете скачать у меня вы узнаете сейчас смотрим распаковка поставляется смартфон в стандартной для пока коробки из плотного картона на ней есть краткая информация и название модели упаковка стандартная в комплекте у нас смартфон силиконовый чехол при том серенький который скроет всю прелесть тыльные крышки которая безумно марка блок питания на 67 ватт как и в пока x6 про напоминаю что в ридми к 70 е блок питания был на 90 ватт но в прошлом пока x5 на 33 как я помню вот так что какой-то апгрейд в каком-то смысле далее в комплекте есть кабель для зарядки с юсби и на тайп си ключ для прорезиненного слота по 2 наносим карты карту памяти запихать нельзя габариты смартфона 161 на 74 на 8 миллиметров а вес 182 грамма розыгрыше море читаем описание как и сейчас актуальны постоянно это 5 mi band 8 серия разыгрывается за лайк подписку комментарий к любому видео ежемесячно подписывайтесь с колоколом перейдем же к смартфону полетели продажа из три расцветки это черное синее белое с принтом мрамора не могут они эту тему оставить не как с редми блок камер выглядит гибридно между прошлым дизайном блока камер и новым тыльная часть выполнена разумеется из пластика как и рамка собран смартфон неплохо материалы не особо тактильно приятные но опять же скорее всего вы будете таскать его в чехле крышка чуть-чуть прогибается но это опять же в этой ценовой категории стандартно есть защита от влаги и пыли по стандарту api 54 разумеется топить его нельзя но все равно неплохо грани прямые в руке лежит смартфон по мне обыкновенно не скажу что прям безумно удобно далее на корпусе расположены кнопка питания качели регулировки громкости люфт у качельки регулировки громкости минимально а вот у кнопки питания значительно больше разъем юсб тайп сел версии 20 что неудивительная маша подключение смарт не поддерживает далее стека порт миниджек на три с половиной миллиметра микрофоны и динамики звучание здесь стерео с поддержкой dolby atmos а и сертификации хирос аудио и аудио wireless перекос по звуку есть и очень заметные относительно верхнего динамика нижней намного громче играет вибромотор линейный по оси x неплохой я бы даже сказал за эти деньги хороший но не особо мощный то есть выкручивать лучше на максимал очку сразу смартфон оснащен таким же экраном как и про версия именно crystal res полтора кей flow amoled дисплей на 6,67 дюйма с разрешением 2712 на 1220 пикселей таким но не таким во всяком случае по характеристикам поддержкой dolby vision только защита указано corning gorilla glass victus а версии про 5 версия плотность пикселей очень приличная для этой ценовой категории 446 p5 цветовая гамма сто процентов 10 и p3 контрастность 5 миллионов к одному соотношение сторон 20 к 9 рамки как и подбородок не громадные что касается яркости то по заявлению производителя в пике она достигает 1800 нет у меня получилось до 2000 люксов и и догнать на максималке это прям вау я скажу об этом в конце и в начале об этом говорил что этот смарт в отличие от x6 про яркость не сбрасывает за одну секунду то есть он ее держит да иногда бывает волнами для конкретной и быстрой работы функции автоматической регулировки яркости установлен датчик внешней освещенности на 360 градусов показатели шима выше 15 процентов не поднимаются и это хорошо встроенный 10 минку нас здесь есть но и он не ультра маленькие вам скажу этого мне и без экраны как назад 8 вайкушках напоминаю что vps шима нет частота обновления экрана максимум 120 герц частота дискретизации мгновенного касания 2160 герц результат теста на частоту дискретизации касания выдал средний результат но в играх сенсорный отклик хороший опять же только если включить режим turbo без него не всегда и через где-то минут 30 игры тач конечно уже начинает чуть-чуть проседать и погибать но не особо сильно к этому привыкаешь но игровым смартфон и не назову мультитач на борту и экран не совсем быстро но откликается на 10 касаний одновременно always on display на борту разумеется обрезанные 10 секунд и как xiaomi любят что стандартно опять же для них напоминаю что бренды риме например этого не делают но с другой стороны риме делают другое не блокируют китайские смарт и по звонкам вспоминаем риме gt5 про сейчас свеженький конечно можно их разблокировать но xiaomi на эту скользкую дорожку еще не забегала к слову на one plus из 3 у меня обзор на канале он у меня все еще заблокирован хотя продавец клятвенно уже мне неделю обещает его разблокировать держу как говорится вас в курсе у xiaomi блокировок не бывает тем более мы помним что пока это всегда глобальные версии смартов и чаще всего это реинкарнация редми ков разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев расположенного под экраном распознавание лица стандартными способами разблокировки сканер отпечатков пальцев работает прям великолепно завести можно до 5 отпечатков пальцев но минус том что можно завести один и тот же отпечаток пальца пять раз хотя многие скажут ну и отлично он будет лучше распознаваться ну хорошо распознавание лиц можно завести два лица летим дальше процессор здесь qualcomm snapdragon 7s ген 2 и здесь только название новое потому что по большому счету это то же самое что шестерочка ген 1 если смотреть по спекам но мы не будем о грустном будем о хорошем процессор новый с техпроцессор 4 на метра с 8 ядрами максимальной частотой 2,4 гигагерца и приростом производительности опять же по мнению пока на 31 процент хотя даже балла в antutu не особо об этом говорят ну ладно графический процессор qualcomm snapdragon adreno 710 с приростом на 57 процентов а в это я верю учитывая как он работает в играх за охлаждение отвечает система в 13581 миллиметр квадратный интерфейс миюай 14 на базе андроида 13 версии оперативная память lpdr 4x и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт внутренняя память медленная и fs 2.2 и на выбор 256 или 512 гигабайт но спасибо что хоть не м м си это с одной стороны с другой стороны не такая на и медленная поддерживаемый вайфай 5 версии 5g 4g сети ниже со всеми бендами и агрегации частот напоминаю что смарт глобальный датчик приближения работает хорошо в отличие от датчиков пока x6 про кто не верит смотрим мой стрим где в онлайне его проверял bluetooth чип установлен версии 5.2 список поддерживаемых аудио кодеков вы можете наблюдать на экране и на все поддерживается и мир пей встает без проблем gps тест показывает точность до трех метров далее емкость аккумулятора 5100 миллиампер часов и в писем арки smart выдал меньшие циферки чем допустим тот же пока x6 про что крайне удивительно он выдал всего 7 часов 19 минут на максимальной яркости максимальной герцовки сколько он выдавал в троттлинг тестах и всем остальном вы видите на экране work performance и он выбивает 12482 балла смартфон поддерживают быструю зарядку на 67 ватт беспроводной разумеется нет как и нет реверсивный что опять же неудивительно учитывая стоимость по поводу заряда он заряжается у меня за пять минут на 10 процентов за 10 на 26 за 20 на 40 и за 55 минут он зарядился у меня на сто процентов при просмотре видео на ютюбе в среднем уходит 45 процентов заряда в играх в час уходит среднем 24 процента опять же если вы играете в геншине на почти максимальных настройках почти 90 герцах на 90 герц он разумеется вам не показывает даже в каком-то там гейм режиме единственное что он в гейм режиме делает он перегревается быстрее по мне разумеется яркость он сбрасывает и сбрасывал он ее до трех сотен с лишним люксов почти 400 и в принципе держал в районе четырех сотен люксов что лучше чем в пока x6 pro в отличие от x6 pro с его супер мега крутым процессором но от мтк он выбивает всего 588 тысяч баллов то есть в два раза меньше даже почти в два с половиной раза меньше но в то же время стресс-тест на 45 минут он прошел при том прошел он его адекватно и вопрос дня зачем вам нужны особо большие баллы если допустим x6 pro 45 минутный стресс-тест пройти не может без морозилки вот такая вот история сторож тест показал довольно неплохие для этого типа памяти опять же 45000 что почти в четыре раза меньше чем у пока x6 pro с его типом памяти напоминаю я пока x6 pro потому что по большому счету на момент распродажи разница была в цене около 22 процентов иногда кому-то хочется докинуть и вопрос зачем если вам не нужны все эти супер цифры в antutu блок камер стильной части оснащен основным сенсором на 64 мегапикселя с апертурой 18 и максимальным разрешением для видеосъемки 4к 30 fps сверх ширик на 8 мегапикселей с углом обзора 118 градусов апертурой 2 и 2 и макро на 2 мегапикселя с апертурой 2 и 4 стабилизация присутствует как оптическая такая электронная но вот зум разумеется только электронный фронталка на 16 мегапикселей находится верхней части экрана по центру при том она довольно минимального размера относительно тех же айкушек которая все время вспоминаю последнее время они такие блямба туда запихивают что вообще непонятно максимальное разрешение для съемки у нее 1080p 60 fps короткий пример а вы сейчас увидите но напоминаю что исходники вы можете скачать мои телеги и примера я разумеется никаким образом не крашу вот как он снимал так вы сейчас на ютюбе и видите можете скачать исходники но они такого же цвета также в телеге по ссылке в описании фронталка вечер 1080p 30 fps проверка ролик шатра и заодно проверка sony альфы которая в 10 кстати вам интересен обзор на камеру если интересен могу запилить и 1080p 60 fps до этого 30 было также съемка на камеру ультра ширик 1080p 30 fps съемка с одной руки это не камерафон особых претензий мне к нему нет и особо мучить его долго и не хочется почему потому что и так в принципе все неплохо основной модуль 4k 30 fps смотрим что у нас тут с автофокусом работает работает ну-ка и притом неплохо таки работает я вам скажу хотя вот не все так просто нет все просто просто работает теперь 1080p 60 fps все тот же автофокус надо поближе подносить с оранжевой маской и есть хорошо работает x и максимум 6 с 1080p 60 fps если говорить про фронталку то это 1080p 60 fps на основной модуль максимум и этого вам вполне будет часто очень достаточно насчет того что вам кажется что позади меня пейзаж полностью белый так большинство смартов даже по 70 тысяч рублей будет примерно такая же картина 1080p 60 fps съемка с двух рук объекты на столе без дополнительного освещения просто освещение от лампочек 1080p 60 fps лифт ну это финальный видос для ролика обзор одним кадром будет на как всегда на лайв канале польза нет и мы уже прожаривали на пользу нет стрима можете посмотреть смартфон меня порадовал больше чем пока их 6 про хотя по железу небо и земля посмотреть те же баллы в антуту или сторож тестах но как говорится не все всегда так однозначно даже датчик приближения у здесь работает нормально вообще стране может быть конкретный экземпляр минусы старый bluetooth чип вай фай пятой серии нет места в слоте под micro sd что странно вроде бы ценовой сегмент подразумевает это дело но и больше у меня претензий нет цену вы можете посмотреть по ссылке в описании к видео не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок повторяю что недавно была распродажа на пока потом вторая распродажа низший ценник по рублям на пока x6 про был 24000 на этот пока x5 был 19 но он плюс-минус плавает на 10-15 процентов туда-сюда во всяком случае в ритейле будет дороже а напоминаю что какой бы вы интернет-магазин не выбрали можете посмотреть какое количество продаст сейчас через интернет происходит в основном даже налички доставкой неделю-две опять же зависит конечно от региона но и не только олежку можете рассматривать в принципе спасибо что досмотрели до этого момента я в тысячный раз пытаясь напомнить людям которые привыкли к тому что год назад или полтора получается они приобрели какие-то девайсы с курсом 50 с лишним рублей за доллар сейчас курс почти 100 рублей за доллар а вот эти вот электронные устройства все покупаются в долларовом эквиваленте то есть проще говоря это бы дело года полтора назад не 19000 рублей в минималке а 9 с копейками 9 500 или 10000 вы понимаете и ощущаете всю разницу то есть это смартфон у нас за 190 долларов даже если в среднеизвешенно посмотреть то даже по курсу там допустим 75 рублей за доллар он был у нас стоил 14 500 и к нему отношение было бы совсем другое мы бы говорили вау с вами правильно а так как он сейчас где-то переваливает за двадцатку на распродаже был 19 вполне возможно у вас отношение к нему другое к чему я это сразу вспомнил в резюмирую к тому что если вы хотите переходить с устройств которые в времена когда был курс 50 стоили 400 долларов на это устройство это будет down scale то есть вы благополучно не можете перейти в те же деньги в рублевом эквиваленте на такого же уровня устройств это раз делай два если говорить про смартфон в целом он был более стабилен down в два раза медленнее по всем этим бенчмарком чем x6 про но по факту он более стабилен я могу вам говорить что он не виженские сенсоры это печаль разумеется печаль покой 6 про тоже не волшебно снимает с одной стороны с другой стороны x хватит с головой 95 процентам пользователям которые приобретают пока мы помним что это глобальная версия помимо этого у меня конкретно вот почему 6 про ругал потому что у него глючила все здесь датчик приближения не глючит до на средних настройках геншин вы долго не поиграете да в папку не устаете вы не увидите 90 fps даже не на ультра максимальных настройках она довольно таких средненьких но с hd качеством это не супер игровой смарт но играть в него можно что мы в принципе делали вчера с вами на стриме кто приходил кто не приходил придите посмотрите аналогов в 19000 к сожалению я вам назвать не могу я сейчас объясню почему потому что если в пока их 6 про я бы сказал дышь то что здесь яркость 1700 люксов если она сбрасывается через секунду здесь пока их шестом процессор рулит и с amoled экраном за 190 долларов я не знаю ничего может быть вы меня поправить и конечно вы можете написать правилами когда уже докидываешь еще долларов так 50 где-то 60 там уже другая история и 5 с е еще много всего но там не будет 2000 люксов хотя во многих моментах они будут лучше если говорить про мой выбор в районе допустим 150 долларов это будут какие-нибудь ай-ку но войку как правильно говорят нет 20 бэнда хотя опять же это паника разогнанная продавцами глобалок пока потому что 20 бэнд не везде ты нужен вот напишите честно у кого проблемы с 20 бэндом но где-то есть модели что нет и 7 и 20 есть только 3 бэнд и в общем это разумеется не пиарайку потому что это определенного рода проблема если брать аналоги из 3 эшелона там вроде бы все на картинке будет лучше и обходные зарядки может быть за 19000 за 21 вы найдете и там процессор будет может процессор бодрее там и не будет по мне вот сейчас это минимальная середина которая позволит пользоваться смартфоном ну года два без проблем вот этот smart реально прошел все мои тесты у меня к нему претензий 0 за его стоимость единственное конечно же у меня будет к нему претензии если они стоимость там запульнут 24 25 тысяч как конечно нет за 19-20 тысяч рублей просто великолепный smart рабочая лошадка можно и поиграть можно и фильмы посмотреть и зарядка довольно быстро и по большому счету в глобале рядом с домом вообще радость миссия простая сэкономить вам средства если информация для вас была полезна не забываем прожать лайк и нажать колокольчик приходите на стримы с прожарками там я буду гонять еще м6 про я его тоже купил и помимо этого у меня сейчас asus 8 про вполне возможно в ближайшие дни придет ну и нам x7 ультра по find и надо прогнать нубе еще много всего при том я уверен что некоторые из этих супер флагман по 800 долларов будут хуже в играх по стабильности чем это дело по поводу съемки разумеется лучше девайсу от меня сегодня однозначная да smart хороший добрая удача вам дорогие друзья